Главная тема сегодня – резкое похолодание и снег. Вовремя ли начался отопительный сезон в районах и городах республики? И какие вопросы нужно решить в первую очередь? Обсудили глава Чуваши Михаил Игнатьев, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Олег Марков и глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Одним из первых начали отопительный сезон Канажский, Маргаушский, Чебоксарский районы Канаж и Чебоксары. В 16 муниципалитетах 100% многоквартирных домов и социальных учреждений подключены к теплу. В трех остаются вопросы с подачей тепла. Работы по пуску тепла в основном идут в плановом режиме. Нормативными актами муниципальных образований отопительный сезон был начат в период с 1 по 7 октября. В течение сегодняшнего дня будет полностью подано тепло. И с небольшим отставанием у нас идет Цивильский район. Это они там буквально 2 многоквартирных дома планируют запустить к 11 числу. И по Алатарскому и Марпасадскому району к 12 числу тоже все будет запущено. То, что касается города Чебоксары, у нас пока остаются незапущенные две котельные. Котельная 2К, это на Южном поселке. В этом году модернизация этой котельной полностью оборудованию было заменено. И это раньше, если эти дома отапливал строй керамика, сейчас идет подключение новой котельной. Вчера врезка газа была в этой котельной. И сегодня пробно, и сегодня же, к концу дня, в течение сегодняшних суток, тепло в этих двух домах, Сапожниково 4 и Сапожниково 5, сегодня планируют дать. В Батревском районе самый низкий процент подключенных к теплу многоквартирных домов и объектов социокультурной сферы. Всего 75%. Все те ответственные должны соединиться, сотрудники организации должны работать в круглосуточном режиме. Без сна. Раз мы, как сказать, по графику, по взятым обязательствам говорили, все нормально, все там мы проверяем. Жилищная инспекция работала, а сейчас, ну, как будто зима или осень наступила вот случайно. Обсудили на встрече ситуацию по долгам за газ. Олег Марков доложил, что с начала отапительного сезона задолженность за ресурсы сократилась на 13%. Но, тем не менее, сумма серьезная и составляет 798 миллионов рублей. Сейчас с муниципальными образованиями разрабатываются графики погашения задолженности. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.